За спиной более 300 километров по воде. Экспедиция стартовала в Адлере 12 дней назад. Бывало, что за день участники не преодолевали и 7 километров, а бывало, что и все 47. Все зависело от погоды. Изначально байдарка не предназначена для морских путешествий, а иногда выходили в шторм. У нас все ребята отчаянные. Было 3 или 4 было. Море, волны. Заклёстывало, мы выгребали все время. Марина Фролова из Москвы. Алексей Лебедь из Владимира. В одной связке уже 3 года. Анапа – конечная точка их маршрута. Здесь же присоединятся новые участники. На этот момент в команде 14 человек. У каждой байдарки имя собственное. Возглавляет поход Николай Шестерин. На его золотой рыбке 20 пар наклеек, включая нынешнюю. Выявился, что большая команда и возникнут такие проблемы чисто психологического свойства. Потому что, когда большая команда, там самая лучшая, ну, самая и по психологии, по всему управляемости 8 человек. 8-10. Ну, ничего, вот ни одному ссоры никакой там не было. Все нормально. Причем время от времени нам, ну, вот сегодня ночью, вечером вчера у меня, шторм был хороший. Мы, правда, стояли уже на берегу. Палатки вырывало, держали палатки. Но зато утром проснулись. Тише. Поход проходит под эгидой отделения Русского географического общества в Дмитровграде. Это родной город Оксаны Сидоренко. Она ученый. Работа в основном сидячая. Пришло время отпуска. Решила, что лежание на пляже – плохая альтернатива. Захотелось впечатлений. В таком походе она впервые. Конечно, я потрясена, я удивлена, я поражена всем, что я вижу и делаю. Все это необычно. Никогда так и не занималась. Тяжеловато было, немножко втянулось. Скорее тяжело моему капитану, потому что он за двоих иногда работает. Но уже 10 дней идем уже и все хорошо. На большом утрише команда побывала в местном дельфинарии. С его руководством договорилась администрация муниципалитета. Впереди ночевка в районе Кизлтажского лимана. Впервые за две недели участники переночуют на песке, а не на камнях. У берега были достаточно не очень комфортные для того, чтобы было. Ну, мы к этому привыкли. Мы вот на таких камушках спокойно, собственно, стелим коврики и спим. Одна из ночевок запланирована на острове Тузла в районе Крымского моста. Пройти вдоль него – одна из целей. По берегу экспедицию сопровождает автомобиль Русского географического общества. Кроме того, участники на постоянной связи с пограничниками. Финиш запланирован в Ялте. Общая протяженность маршрута составит порядка 700 километров. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа-регион.